На телеканале РБК Омск новости смотрите сегодня. Режим самоизоляции в Омской области продлен до конца мая. Такое решение приняли на заседании регионального оперштаба. Специалисты обсуждали эпидемическую обстановку в городе и области, а также возможность частичного снятия ограничительных мер. В частности, речь шла об открытии дежурных групп в детских садах. В Омской области зафиксировано уже больше 700 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 65 человек. Из них 50 – это жители Омска, 6 – Калачинска, 3 – Москаленского района. И по одному заболевшему выявили в Горьковском, Тюкалинском, Шербакульском, Крутинском, Павлоградском и Таврическом районах. Новых летальных случаев нет, по-прежнему 17. 22 пациента выписаны из больницы. Таким образом, с начала эпидемии выздоровели уже 140 человек. По прогнозу местных властей, пик заболеваемости коронавирусом в регионе ожидается в конце мая. В начале июня специалисты ждут выхода Омской области на плато. Проверка здоровья или угроза для жизни омичей беспокоят длинные очереди не только в многофункциональные центры или отделения пенсионного фонда, но и в больницы. Пользователи соцсетей выставляют фотографии столпотворения, желающих сдать тест на коронавирус. На кадрах видно, что пациенты не соблюдают ни масочный режим, ни другие рекомендации врачей и Роспотребнадзора. О социальной дистанции и речи не идет. При этом соблюдение омичами мер профилактики в городе, и, как выяснилось, никто не контролирует. В Минздраве заявили, что не могут повлиять на частную клинику. В полиции рассказали, что для официальной проверки необходима официальная жалоба. В самой клинике уверяют, что врачи предупреждают пациентов о мерах профилактики. Принимают их только по предварительной записи, однако многие не соблюдают даже это условие. Приходят к дверям медцентра с утра пораньше в надежде пройти тест побыстрее. При этом в клинике даже предлагают для сбора анализов выезд бригады на дом, однако такая платная услуга не пользуется популярностью, а мячи предпочитают живую очередь. Действительно у нас было такое, что вместо того, чтобы приехать к трем часам небольшой организации, они приехали с утра, столкнулись с другой, которая была записана. И, в общем-то, нам надо срочно, нам надо сегодня, нас завтра отправляют на вахту. Короче говоря, это наши люди. Мы сегодня вот там вышли и медработники, и охранники вышли, выстроили их и открыли второй кабинет. То есть мы тоже как бы на это реагируем. Тем временем очереди у медклиник могут даже увеличиться. В Омске запустили платное тестирование на антитилак коронавирусу. Стоимость анализа 1070 рублей. Результаты приходят спустя 3-4 дня после сдачи крови. Специалисты рекомендуют проходить обследование только тем, кто здоров, но недавно переболел ОРВИ по неизвестной причине или подозревает контакт с зараженным коронавирусом человеком. Есть возможность сдать тест на антитела и на дому, тогда анализ обойдется дороже на 350 рублей за вызов бригады медиков. Кадровые изменения в Омском Минздраве продолжаются. Через неделю свой пост покинет еще один замминистра Людмила Шукиль, который занимает эту должность уже 13 лет. Курирует в Министерстве вопросы лекарственного снабжения. Опытного работника, новый министр здравоохранения региона Ирина Солдатова решила сменить отнюдь не за плохую работу, цитируем, «просто время диктует свои условия, и для Омского Минздрава это время перемен». Конец цитаты. Более того, глава ведомства намекнула, что прощаться с Людмилой Шукиль не собирается, а в СМИ анонсируют, что уже летом ей могут предложить новый пост в министерстве. А вот с руководителем департамента организации медицинской помощи Дмитрием Рябиковым в Минздраве готовы попрощаться навсегда. Должность он освободил с 20 мая, а назначение новых руководителей станет известно позднее. Владимир Путин снова раскритиковал губернаторов за нерасторопность в предоставлении коронавирусных надбавок врачам. На совещании по поддержке экономики и социальной сферы президент заявил, что регионам выделили на эти цели более 50 миллиардов рублей. Выплатить деньги за апрель медикам должны были до 15 мая, но обещанные премии получили далеко не все. Впрочем, в Омской области, если верить областному Минздраву, проблем нет. Глава ведомства Ирина Солдатова на совещании с главврачами заявила, что в ежедневном режиме проверяет, как и сколько у нас выплачивается средств и лично общается с теми, кто оставляет свои вопросы на горячей линии или написал на сайт Госуслуг по поводу отсутствия доплаты других фактов ущемления прав. Я не могу позвонить всем, но я знаю о каждом случае, когда права медработника были ущемлены. И мы будем дальше следить, чтобы все было в рамках закона, а не скатывалось до подсчета минут рабочего времени. Эти деньги выделяет и государство для того, чтобы поддержать наших врачей, медсестер, фельдшеров, спецбригады, скорой, младший персонал. Всех тех, кто сегодня работает с COVID-19, кто забыл покой и сон в борьбе с вирусом. Важно доводить средства без проволочек, полностью исключить кумовство, разъяснять людям, как ведутся расчеты. Измерили температуру и выставили за порог. По словам беременной Амички, врачи шестого роддома отказали ей в госпитализации и предложили обратиться в медучреждение, где находятся будущие мамы с подозрением на COVID-19. София Типогарова рассказала свою историю в социальных сетях. К рождению первенца девушка готовилась долго, тщательно выбирала роддом и в итоге остановилась на шестом, который находится на левом берегу. Туда Софию доставили на последние месяцы беременности, на сохранение. Однако через два дня после выписки Амичка почувствовала, что начинаются схватки и снова отправилась в клинику. Врачи ее встречали в противочумных костюмах, масках и перчатках. Медсестра начала вести какой-то странный разговор по поводу того, что мне надо было остаться в больнице еще два дня назад. Затем, согласно распоряжению Минздрава, мне измерили температуру. Градусник показал 37,4. Медсестра катила меня нервным взглядом, забрала документы и ушла, оставив меня, моего мужа и мои схватки за порогом. По словам Софии Типогаровой, одновременно с ней в роддом приехали еще две женщины и у всех температура была выше нормы. У одной из них на тот момент уже отошли воды. Ее привезли на скорой, но госпитализировали только после скандала. Около часа роженицы находились на улице, а медики настойчиво предлагали обратиться в роддом номер 4. Он перепрофилирован под ковид-19, туда поступают все роженицы с симптомами ОРВИ. В итоге Амичка, которая, по ее словам, чувствовала себя совершенно здоровой, забрала документы и вместе с мужем отправилась в роддом областной больницы, где благополучно родила первенца. Молодая мама благодарит врачей, которые не выставили ее за порог. Однако к представителям Минздрава осталось много вопросов. Между тем, в роддоме номер 6 утверждают, что действовали согласно инструкции. Всех роженец с температурой они теперь обязаны переводить в специальный ковидный четвертый роддом. Подвергать риску заражения коронавирусом других молодых мам нельзя. Мы всех принимаем, абсолютно всех. Просто по маршрутизации она должна была поехать в четвертый роддом. Мы вызвали скорую, она отказалась и уехала. До 15-го числа у нас профильный был четвертый роддом. А теперь 225-е распоряжение сделали, ну все роддома абсолютно в городе Омске, сделали боксированные палаты, куда они будут госпитализироваться отдельно. Какой сейчас порядок оказания медпомощи беременным женщинам, что изменилось из-за пандемии коронавируса? Почему нормальная, по словам специалистов, для схваток колебания температуры стала причиной для отказа в госпитализации? И как получилось, что Софии Типогаровой пришлось самостоятельно ехать в другой роддом? Эти вопросы мы адресовали специалистам регионального Минздрава. В ведомство направлен официальный запрос от нашего телеканала. Подробности расскажем в следующих выпусках новостей. В Федеральном Минздраве решили на время отказаться от плановой вакцинации взрослого населения. Своё решение в ведомстве объяснили тем, что новая коронавирусная инфекция и так даёт большую нагрузку на иммунитет. И дополнительное воздействие на организм в виде прививок сейчас может оказаться опасным. А вот решение о приостановке детской вакцинации будут принимать уже региональные власти. Впрочем, в Омске пока прививочные паузы для младшего поколения не грядут. Соблюдайте дистанцию. Таких объявлений в детской поликлинике номер 2 имени Скворцовой можно насчитать несколько десятков. Несмотря на то, что плановые приёмы для детей на время пандемии приостановлены, врачи продолжают работать в режиме неотложной помощи. Все специалисты в нашей поликлинике представлены. То есть так как вся эта ситуация затягивается, у ребёнка может возникнуть различные ситуации, когда нужно обратиться и к узкому специалисту, и к педиатру. Обслуживание идёт на дому. Участковый педиатр и продолжает лечение до завершения заболевания на дому. Так же, как и выписывается, если нужно родителям больничный лист, тоже всё выписывается на дому. Работают в поликлинике и прививочные кабинеты. Чтобы избежать очереди, в условиях пандемии коронавируса нежелательно и даже опасной, пациентов делят на группы самых маленьких, дошкольников и школьников. Всех принимают на разных этажах и строго по времени. Врачи рассказывают, в день за прививками обращаются почти 100 человек. А вот отказываются от плановой вакцинации из-за страха заразиться в медучреждении коронавирусной инфекцией единицы. Амичка Евгения Акуратова не из таких. Пришла сегодня с дочкой на прививку от клещевого энцефалита, который ставится по чёткой схеме. Пропустить – значит начать вакцинацию сначала. Мы позвонили, когда записывались, нам сказали о том, что необходимо с собой иметь все средства защиты. И в принципе защитились, руки на входе, температуру измерили, руки обработали, сами в масках. Меньшие амичи стали отказываться от вакцинации по причине личных убеждений. Похоже, что угроза реальных вирусов заставила даже хронических антипрививочников внимательнее перечитать виртуальные вирусные посты и пересмотреть свои взгляды. По словам врачей, в этом году антипрививочное движение потеряло часть своих единомышленников в лице мам и пап маленьких амичей. Из тех списков, что мы уже обработали по школам, по детским садам, ну, знаете, ситуация немножко поменялась. Не знаю, в какой связи с чем это связано, или то, что пропаганда была, что такие прививочки влияют на иммунитет ребенка, и это необходимо делать. Сейчас меньше отказов стало в данный момент. Прививаться в омских клиниках безопасно, объясняют медики. В учреждениях строго соблюдаются все меры профилактики. А специалистам, которые работают в поликлиниках, запрещено контактировать с врачами, которые ходят по вызовам на дом. Для проверки маленьких пациентов на коронавирус в каждой детской больнице есть своя отдельная бригада. Приостановят ли детскую вакцинацию в Омске, пока непонятная инициатива у федерального ведомства, еще предстоит обсудить специалистам регионального Минздрава. Плату за капремонт в этом году повышать не будут, однако существующие расценки не устраивают подрядчиков. Поэтому подходы к формированию сметной стоимости все-таки могут пересмотреть, сообщают в областном правительстве. Компании все чаще отказываются принимать участие в торгах на проведение капремонта, а организации, которые берут контракт, экономят на всем, чем только можно, чтобы уложиться в смету. Зачастую в ущерб качеству ремонта. Сейчас в Минстрое Омской области приступают к анализу ценообразования. По данным Ассоциации региональных операторов, взносы за капремонт в 2020 году уже повысили в 54 субъектах страны. Рост объясняют инфляции и подорожанием строительных материалов. В Омской области тариф 6 рублей 70 копеек с квадратного метра жилплощади. Не менялся с 2013 года. О необходимости повысить плату еще в феврале заявляли в региональном фонде капремонта. В правительстве Омской области готовятся увеличить взносы, но решено, что это сделают не раньше, чем в следующем году. На улице Бориса Катышева есть дом с бассейном. Однако это не элитное жилье. В подвале двухэтажки, построенной в начале 60-х годов, образовалось болото. А они сами собой отваливаются. Кирпичная кладка разрушается, а значит, к концу подходит полувековая история дома по улице Бориса Катышева, считает омич Роман Кинг. Фамилия, по иронии судьбы, как нельзя кстати, располагает к страшилкам. Но в отличие от знаменитого американского сочинителя триллеров, опасность здесь совсем не выдуманная. Омского Кинга больше всего пугают эти ненадежные несущие колонны, которые сгнили от постоянной сырости в подвале. Если они рухнут, то пострадает как минимум четыре квартиры. Красота. По всем законам жанра, призраки, коммунальные, здесь повсюду. Ветхость несущих конструкций по факту вроде как есть, но в отчетах коммунальщиков ее нет. По официальным данным, износ дома составляет 57%, говорит Роман. И поэтому чиновники не признают здание аварийным. Ведь тогда жильцов придется расселять. У нас был акт, выписывал нам Левобережье, что мы находимся в низине, это грунтовые воды. Нас подтапливают грунтовыми водами. А если грунтовыми водами подтапливают, то никаком ремонте речи быть не может. Это здание должно расселяться и сноситься. Но этого не происходит. Над подвальной бездной живет амичка Галина Шилова. Жалуются, что пугающее озеро под полом создает нездоровую атмосферу в квартире. Влажный климат так и манит в комнаты незваных гостей. Она сырая у меня, все стены у меня гнилые. Сейчас, конечно, высыхает, но плесень, естественно, плесень, болит голова. Сколько этих бекарасов, сколько всяких насекомых, я не знаю даже и фамилию, если честно. Там и блохи, там и какие-то гусеницы, там, в общем, страшно. Не только вода снизу, но и вода сверху беспокоит жителей этого дома. Еще один призрак ЖКХ – подрядчик, который в конце апреля приступил к ремонту кровли. Демонтировал на одной половине дома старую крышу, и на этом работы прекратились. Сам подрядчик таинственным образом бесследно исчез вместе с аванцем. Первым же дождем затопило четыре квартиры. Разгневанные жители заставили управляющую компанию принять меры. Так это просто металлическое основание. Перекинули досками, и вот эта вот пленка, которая валяется вот на полу, все на степлер, на гвозди прибили, как смогли. И вот недавно шел дождь, я поднимался, смотрел, здесь лужи стояли. Пленка полностью не защищает крышу. Теперь жители пострадавших квартир подсчитывают ущерб. Это будут десятки тысяч рублей, уверена Людмила Мишина. Затопило две спальни и кухню. Все вот это, вот там вот прямо мы спим, здесь сын спит, тоже все текло. Весь матрас мокрый. Мы не спали всю ночь. Собирали воду. Я говорю, я полгода, надо всю жизнь столько не мыла, сколько за эту ночь. У другой жительницы дома Екатерины Гондаренко пострадала только кухня. От замыкания электропроводки перегорели лампочки. Вот все в потеках, вот так лилась вода всю ночь. Дверь у меня повело, то есть она сейчас закрывается наполовину. Вот она пошла, плесень отсырела. Здесь лилось, а в комнате у меня отсырело все. У меня ребенок маленький. С 4 мая рабочие не появляются на объекте. По номеру телефона, который выдали для связи со строителями, ничего теперь не узнать. На другом конце линии уверяют, что больше не работают в компании. Мне это зачем занять? Я уже уволен, и меня уволили. Я не знаю, с чем это связано, меня просто уволили. Из-за того, что не было работы, я стал не нужен. Также жители возмущают нежелание управляющей компании помогать в решении коммунальных проблем. Воду в подвале жилищники иногда откачивают, но в целом ситуацию пустили на самотек. Куда и почему пропал подрядчик? Когда возобновятся работы на крыше? На эти вопросы в управляющей компании не знают ответа. Хотя находятся в двух шагах от проблемного дома. А вы ничего не знаете о ситуации? Нет, конечно. Ну вы же рядом находитесь. Ну что? Мы не делали. Сейчас жители затопленных квартир готовят документы для подачи в суд сразу нескольких исков на строителей и коммунальщиков. И надеются, что в их страшной коммунальной истории всё-таки будет хэппи-энд. До того, как полуразрушенные несущие колонны в подвале рухнут. На строительной площадке средней школы в микрорайоне Амурский-2 необычно многолюдно. Депутаты Омского городского совета совместно с представителями администрации проверяют, как идёт строительство объектов, реализуемых по национальным проектам. Председатель горсовета Владимир Корбут отмечает, важно, чтобы строители уложились в сроки. Где у нас график производства работы? Покажите. Окончание строительства этого объекта в самом центре микрорайона Амурский-2 ждут без исключения все местные ученики, а также их родители. Школа на 1122 места и, как уверяют в департаменте образования, самая большая и самая современная в городе. Цена контракта почти 620 миллионов рублей. Школа новая, крупная, много новшеств. Допустим, на моей памяти первая школа, где два лифта предусмотрены. Предусмотрены различные приспособления для малоподвижных учеников. Очень много интересных новшеств по сравнению со старыми школами. Из-за пандемии коронавируса и приостановки работы многих предприятий, местные жители начали беспокоиться, успеют ли строители сдать объект в срок к 1 ноября. Своего образовательного учреждения здесь нет, до ближайшей школы 2 километра. Приходится ездить на общественном транспорте. Поэтому сегодня здесь, помимо рабочих, чиновники и депутаты Омского городского совета проверяют, как продвигается работа. Внимательный осмотр здания, а также отчеты ответственных дают понять – все идет по плану. Объект готов на 63%. Дополнительно депутаты отмечают, что соблюдаются установленные правила безопасности и риск распространения коронавируса среди строителей минимальный. У всех существует возможность и обработать руки, и перед тем, как прием пищи, маски имеются в наличии, проверяется температурный режим всех работников. Сегодня те виды работ, которые мы посмотрели, вселяют надежду, что те планы, которые строили не только мы, но и жители этих микрорайонов, они будут осуществлены своевременно. Сдать объект успеют в срок, уверены строители, а вот дальше дело за чиновниками. Департаменту образования предстоит пройти этап проверок и лицензирования. Если недочетов не будет первых учеников, новая школа примет 1 сентября 2021 года. Впрочем, о мечей беспокоят не только образовательные учреждения, но и городские дороги. В этом году в рамках нацпроекта запланирован ремонт 17 участков. Самый большой и самый сложный – улица Орджоникидзе. Подрядчик приступил к работе месяц назад. За это время успели снять старый слой асфальта. Сейчас устанавливают бордюры и облагораживают прилегающую территорию. По новым правилам, восстановления дорожного полотна недостаточно. Работу необходимо делать комплексно с тротуарами, ливневками, оградительными заборами и остановками. Окончание работ по контракту 1 августа. Несмотря на коронавирусную инфекцию, подрядчик у нас выполняет свои работы согласно графика. Находится в контрактных сроках. Опасений от того, что там что-то не успеют, у нас на сегодняшний день нет. В целом, результатами совместного осмотра важных городских объектов, реализуемых в рамках нацпроектов, и чиновники, и депутаты остались довольны. Несмотря на коронавирусную инфекцию, работа не стоит на месте. Удается держаться в рамках запланированных графиков. И главное, что никто не забывает о мерах безопасности. Россия ждет национальный прорыв, если столицу перенести в Омск, считает эксперт в сфере регионального развития. Председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов. В 2019 году Омская область стала лидером в стране по общей иммиграционной убыли населения. Уезжают люди из-за отсутствия позиционирования города, а также из-за низких зарплат. Омск оказался окружен более успешными и перспективными крупными городами, хотя сам имеет огромный потенциал для решения проблем всей страны. В частности, удачное географическое положение является, цитируем, готовым мультиинфраструктурным плацдармом, объединяющим материковые и планетарные опорные магистрали. Конец цитаты. Эксперт считает, что в стране существует запрос на перенос политической столицы из Москвы за Урал. И Омск – одно из самых удачных в этом плане мест в стране. Все возможности для того, чтобы Омск стал новой столицей России, есть. Омск занимает уникальное местоположение, которое имеет все шансы стать базой для неожиданного рывка и прорыва как страны в целом, так и самого города, стать полноценным и главным для России месторазвития. Продолжение следует...